Всем привет народ! Сегодня у нас на обзоре супер-мега-крутая баня, а в особенности она зайдет тем, кто любит писать зачем вы это в бане сделали, сколько это стоит, что вы с ума сошли, нафига это в бане, это же баня, в ней же моются Вот запасайтесь ведром помидоров, вам эта баня точно понравится Я знаю кому эта баня еще зайдет, те люди, которым нравятся всякие новинки в бане Присутствуют даже такие вещи, которые мы сами раньше не делали Как вы уже наверное догадались, одна из новинок за моей спиной, но о ней чуть поподробнее попозже Итак, это баня-бочка, цвет ее тик, кровля коричневая, длина 7 метров У этой бани дофигища стапелей, вы тоже думаю попозже поймете для чего они И есть 3 7 метровых лыжи, именно на это основание и будет устанавливаться баня А поедет эта баня в Армению, в город Ереван, если кто не знает, я там вообще родился То есть в принципе на мою родину поедет, рядом будет стоять с Араратом С тыльной стороны бани у нас выходит окошко 30 на 40, открывание наружу Рядом вход воды 1, 2 на проточный водонагреватель, также питание к нему Часто спрашивают народ в калькуляторе, что такое означает боковой портал Вот это он и означает, то что топка бывает снаружи То есть у нас вот здесь вот выходит притопочный лист и здесь мы подкидываем дрова Либо если эта печка внутренняя топка, но она в габарит бани не влазит, так как круглая баня, понимаете То есть не каждая печка может встать, то есть вот этот вот портал и компенсирует нехватку места для печки Но в этой бане печка не внутренняя топка, ее покажем тоже попозже Рядом еще один вход, 1, 2, но это уже на Капитошку и Емелю Со стороны комнаты отдыха установлено окошко пластиковое открывание наружу метр на 600 То есть она открывается вот таким образом и фиксируется Во время дождя, это очень классная штука, вот недавно у нас, кстати, был ливень Приоткрыто окно и сюда ничего не заливает Но при этом, когда на улице тепло, то есть, ну, если мы закроем окошко, жарко будет А так приоткрыли и свежо, и не заливает Над окошком расположена вентиляция, увеличенная, 100 мм ее диаметр Снутри тарельчатый клапан, снаружи декоративная решетка из нержавейки Само собой, в этой бане есть второе дыхание, и здесь мы видим выход из него То есть на момент, когда мы не пользуемся вторым дыханием, мы обязательно закрываем трубу Ну, в зимний период времени, летом это делать не обязательно А когда мы пользуемся, мы ее открываем Делается это для того, чтобы через трубу у нас не поступал холодный воздух, когда второе дыхание не работает С лицевой стороны у нас никаких коммуникаций нету, в принципе, как я и люблю Зато есть окошко 30 на 40 открывания наружу И вход на второе дыхание, тоже тарельчатый клапан, только уже пластиковый То есть его можно открывать, закрывать, регулировать поток Но я особо этим не пользуюсь, у меня она всегда открыта, и зимой, и летом Входная группа сбоку, естественно, баня длинная, большая Расположение с торца вход будет крайне неудобно Здесь дверь пластиковая, на замке Также под входную группу сделаны специальные подпорки Тоже очень прикольная вещь, рекомендую людям брать Потому что под основание входной группы обязательно нужно делать упоры Если мы ставим баню, ну, уже на постоянной дислокации Вот если мы ставим с такими подпорками, то никакое дополнительное основание для входной группы не требуется Попадаем в небольшую, но очень уютную комнату отдыха Длина ее, по-моему, 2,20 Сейчас появится план, на нем можно более подробно посмотреть Она небольшая, но очень уютная Банька эта семейная Взрослых, человека 4 здесь разместится Будет удобно, и за столом все вместятся В общем, такая небольшая, семейная, теплая, уютная комнатка Все стенки здесь во всей бане покрашены цветом орех, водным лаком Но такая баня была не всегда такой То есть, прям перед самой сдачей, точнее уже когда баня была сделана Мы отослали, сняли видео, отослали заказчику Он посмотрел и сказал, что ему естественный цвет древесины не нравится Он хочет потемнее Мы частично подразобрали баню, все это дело перекрасили Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заказчик сейчас счастлив и доволен Я тоже очень доволен Мне тоже нравятся темные тона Ну, вы знаете, кто дома на канале, наверное, понимает Что мне именно такие бани и нравятся Темных оттенков При этом полки и лавки, они тоже покрашены таким же водным лаком Но цвет уже выбрал сам заказчик Он такой, не знаю как его описать Такой молочно-коричневый, что ли, светло-коричневый Шикарный тоже оттенок Не знаю, как камера показывает Но реально живьем очень смотрится круто То есть в сочетании темно-коричневого и светло-коричневого В одной цветовой гамме смотрится просто шикарно Окошко метр на 60, как я уже сказал Ножничный механизм Мы открываем наружу его Если нам нужно его закрыть Мы доталово поднимаем вверх И после этого уже фиксируем ручкой Много в этой бане всякого разного электрического Например, возле стола у нас установлены две розетки двойных С заземлением И также под одной из розеток у нас установлен выключатель второго дыхания Про который я рассказывал чуть раньше Над столом у нас лофтовская люстра висит То есть она локально светит только над столом И второй светильник еще есть Он над входом в парную То есть, ну в общем, здесь можно регулировать свет поярче и потемнее Включать и выключать какие-то нужные светильники Благодаря многоклавишным выключателям Здесь их 4 штуки То есть 4 зоны мы можем включать и выключать одновременно Для удобства пользования мы установили возле входа вешалку в виде топора И с противоположной стороны в виде пилы Также на противоположной стенке у нас установлен блок управления теплым полом Это офигенная просто вещь Я не устал об этом говорить Просто когда сидишь, куда бы ты ноги ни ставил Под себя люди любят, когда под лавку ноги засовываешь Вперед, назад, в любую точку Здесь везде есть теплый пол Сейчас у нас особым способом расстилаются маты То есть глухих зон нету Раньше такие бывали У нас даже был выбор такой раньше То есть уменьшена зона стандартная и увеличенная Сейчас такого нету Если это, например, бочка Определенное расстояние от начала до конца пола У нас в любом случае закрывается теплыми матами И если это, например, увеличенная квадра То у них тоже от начала до конца вся зона закрыта теплым полом По традиции напротив входа шкаф все равно нужно куда-то вещи убирать Тем более здесь много всякой разной электроники Блок питания Ну и здесь, кстати, пульт управления печкой находится Здесь установлена электропечка Забегу немножко вперед Также здесь управление теплым полом Автоматы, точнее, УЗО стоят Ну и вся разводка по электрике И капитошкам тоже располагается в шкафу То есть прятать там очень удобно В парную мы попадаем через стеклянную матовую дверь Бронзовая матовая На трех петлях Восьмерочка На магнитном замке Поехали Там реально много чего интересненького Печка, которая здесь установлена Это электропечка, как я уже и сказал От компании ВВД Премьера Руссо Здоровенная 18-киловаттная печка С закрытой каменкой То есть здесь можно, кстати, подавать Не открывая крышку А можно открывая крышку тоже подавать Ручка, на мой взгляд, немножко длинноватая Либо ее можно подогнуть Либо можно ее будет подрезать Я думаю, решение по изменению ручки Уже примет непосредственно заказчик сам на месте Может быть, кстати, перевернуть ее сюда И открывать с этой стороны Не знаю, как будет удобно Собственно, по этой причине мы и не стали заводить Трубку Емели в крышку Чтобы ничего не подрезать, не резать То есть человек уже на месте для себя определится Как ему удобно И вставит эту трубку Либо в закрытую каменку внутрь Либо снаружи ее тоже можно раскидать То есть это уже на любителя Смотря какой человеку пар больше будет нравиться С наружных камней Либо с внутренних Если основная подача будет происходить На наружные камни То естественно лучше трубку закинуть сюда Ну а если мы любим мелкодисперсный так называемый пар То, конечно, лучше завести ее в закрытую каменку Я лично обожаю электрокаменки На мой взгляд это очень удобно Очень практично и безопасно То есть, во-первых, удобно Можно эту печку, например, подключить К той же самой Алисе И я могу дистанционно Включить теплый пол, включить печку То есть приехать И у меня будет готовая баня Я нажал на кнопку Задал нужную температуру Задал нужную влажность И я пришел в баню Ту, которая нравится именно мне У меня не будет никогда Никакого перитопа Ни до топа То есть всегда печка выйдет на тот нужный режим Который он задан ей И будет его поддерживать Почему безопасно? Потому что у нас опять же нету никакого дымохода Нету открытого пламени Здесь у нас место опять же все экономится Нету здесь никаких баков Нету никаких труб На мой взгляд и в эстетике электрокаменки тоже выигрывают Так как у нас нету дымохода Соответственно и бака на трубе у нас тоже нету А теплую горячую воду нам где-то нужно брать То мы берем ее из проточного водонагревателя Мощностью 3 киловатта Естественно кипятка мы здесь в большом количестве получить не можем Только тонкой струйкой Но теплая вода Ополоснуться под душем Его вполне хватает для этих нужд Также установлена гигиеническая лейка Ей чисто рекомендую мыть полки Удобно напор хороший То есть можно во все уголки залезть Это гораздо оказалось удобнее Раньше я думал что это можно и душем Всегда мыли душем Потом когда начали ставить гиглейки Понятно стало что надо ставить и то и другое Кстати гиглейку нужно всегда закрывать Когда мы не пользуемся Ну естественно когда под напором стоит Под давлением точнее в шланге вода Потому что сам механизм гиглейки не способен долго держать напор То есть мы пока не пользуемся водой Обязательно перекрываем здесь кран Когда начинаю пользоваться Открываем и уже моем Или по нуждам по своим используем Как вы уже наверное заметили Трубопровод, все коммуникации, провода В бане спрятаны задекорированной корой Вот здесь вот например у нас спрятан Датчик от печки Который считывает температуру Светильник закрытый корой Дальше здесь трубопровод на капитошку Он тоже задекорирован корой Ну и соответственно сама капитошка тоже из коры Капитошка это обливное устройство Длинная цепочка Здесь еще карабинчик сделали То есть можно этим карабином укоротить До нужной длины цепочку Ну и также можно за него повесить на крючок Либо если нам Мы уже себе длину подгадали Обрезали цепочку И можно просто вешать сюда Таким образом Ручка нам не будет мешать ходить Опять же баня у нас стандартной ширины и высоты 2,20 по осям Я ростом 1,80 Прохожу под капитошкой совершенно спокойно 19 литров объем 16 сантиметров от потолка Вот такая штука Двигаемся дальше по парной Здесь у нас Г-образный полок 900 миллиметров ширина его Длина порядка 2,10-2,12 Чистый размер Полковая доска во всей бане Тоже необычная 140 миллиметров шириной Обычная полковая доска 90 В совокупе с этим цветом Баня большая, длинная Мне кажется смотрится шикарно Еще и с этим цветом Сочетанием Прямо вот он подошел под эту доску Напишите тоже в комментариях Нравится вам такая широкая доска Или больше нравится стандартная Парная у нас большая и длинная И одного лежачего места Будет конечно же мало Чуть ниже у нас расположен Второй ярус Г-образного полка И здесь тоже может лечь человек Если мы выдвинем еще одну створку У которой ширина 60 сантиметров И здесь тоже может лечь человек Ну там ребенок например И так это у нас получается Прям семейная баня Семейная То есть папа, мама и ребенок Ну а кому повезло больше всех И он сегодня лежит на полке для парения Он может воспользоваться вторым дыханием Второе дыхание у нас с коробом Вообще сейчас очень часто заказываемая опция Шикарная вещь на мой взгляд Просто незаменимая Вот во всех локациях можно лежать Лицом вниз Дышать боком Можно тоже дышать свежим воздухом Отсюда для тех кто не знает Идет постоянный приток свежего воздуха Также сюда можно травку, муравку какую-нибудь положить Все что вам нравится вкусненькое Все туда суйте и будете балдеть Также моется это легко Потому что сам короб сделан из пластика Там есть отверстия сливные Просто прям туда гегреечкой Шарахнул, все смыл Все слетело, все упало Все поставил на просушку Все чистенько Ну а если мы решили попариться на спине То мы закрываем эту заглушку Открываем окошко Регулируется у нас гребенкой Ширина открытия И закрываем голову Ну и в первом случае тоже можно голову закрыть Можно не закрывать Это уже смотря какая температура Смотря какая То есть голова у нас там находится В своем помещении в отдельном Там приточка свежего воздуха Но из-за того что у нас работает вентилятор Постоянно отсасывает воздух Из парной отработанный Внизу сам находится выходное отверстие Через это окно Или через вот это отверстие Будет всегда подсос свежего воздуха И он будет попадать во всю парную В первую очередь Голове того кого парят Но все равно Вся парная будет насыщаться Кислородом За час Приблизительно Около 100-105 кубов Воздуха меняется Это огромное количество кислорода То есть это постоянно Свежий воздух В этой бане можно парить Махать вениками И никогда не устанешь Не упыхаешься Потому что здесь есть чем дышать После того как мы Хорошенечко пропарились Мы попадаем в жемчужину этой бани Это купелька Длина ее 2 метра На 2,10 Здесь в принципе можно 3-4 человека Расположиться в водичке Сидеть как в джакузи Скажем так Хорошей компанией Находясь в парной При этом Наслаждаться видами Через панорамное стекло Точнее это даже не стекло Это стеклопакет Каленое стекло 4 мм с этой стороны И 4 мм с той стороны И посередине еще одна четверка Вид шикарный Из-за того что это стеклопакет Окно будет запотевать Но по минимуму Но если нам все таки Надоело находиться в бане Мы решили подышать То мы ныряем в воду Проплываем небольшое расстояние Оказываемся на улице И мы можем сидеть Под открытым небом Поставить чаек Кофеек Здесь просто побалдеть Подышать свежим воздухом Захотели опять погреться Мы просто ныряем И ныряем опять в парной А для того чтобы у нас не было Сообщающихся сосудов Так скажем Между парной и улицей Сделана вот эта шторка из ПВХ Она не дает Воздуху сообщаться с улицей Те кто у нас давно на канале Видели уже наверное Подобного плана бани С купелями С подныриванием Только у нас С уличной стороны Было как бы продолжение Была небольшая комната Все бани В которых есть бассейны Купели Большой объем воды Они имеют особые Эксплуатационные условия И для этого Я всегда снимаю инструкции Каково же было мое удивление Когда я несколько месяцев назад Думаю Дай-ка зайду Посмотрю Сколько человек Посмотрел эту инструкцию Которую я отснял Специально для бань-бочек С купелями Четыре месяца назад Было ноль просмотров То есть ни один человек Не посмотрел Как правильно эксплуатировать Баню с купелью А эксплуатация таких бань Имеет свои особенности Так что люди Читайте инструкции Специально снимаю ролики Пишу Для того Чтобы вы Правильно использовали Свою баню И наслаждались ею А не схватывали Какие-то проблемы Со стороны улицы Купель у нас закрывает Пластиковая крышка Пластик точно такой же Из которого мы паяем Наши бассейны Он естественно Не боится влаги Здесь вот есть Некиторы царапинки И прочее Это еще защитная пленка Мы ее специально не снимали Потому что банька еще поедет И ехать далеко Чтобы у нас пластик Не поцарапался Были мысли Поставить сюда ручки Для того Чтобы удобно Открывать Снимать Но решили Этого не делать Потому что в принципе Крышка легкая Я ее спокойно Снимаю один Если человеку Там захочется По месту Или будет неудобно Можно поставить ручки Это для того Чтобы снимать Одному Было поудобней Либо два человека Подходят Вот так вот С двух кровев Берут И аккуратненько Выносят ее Но на тот момент Пока мы не купаемся Мы естественно Закрываем Чтобы у нас сюда Не летела мошка Всякая Пыль Листья И прочее И прочее Эта баня Кстати будет стоять В одном живописном месте Я видел и фото И видео Нам заказчик обещал Прислать видеосъемку После того Как эта банька Уже встанет на месте Если он нам Прислал это видео То сейчас вы его увидите Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok К краям То есть Есть специальная Отбортовки То есть Пластик выходит За габариты бани Для того Чтобы вода У нас скапывала И на деревяшке Не скапливалась И общий наклон Еще идет В эту сторону То есть Грубо говоря Здесь никогда Никаких луж Стоять не будет Вся водичка Будет стекать Если нам сегодня Лень наполнять купель Ну по каким-то причинам Ну не хочется Мы просто берем Вот такую шторку Она идет в комплекте Ставим ее Вот так Вот так Как говорится Легким движением руки Брюки превращаются Превращаются брюки В элегантные шорты То есть Таким образом Мы отсекаем Холодный воздух Который у нас Может заходить С улицы Ну и соответственно Теплый Который может Выходить отсюда И естественно Крышка тоже Должна быть закрыта У нас получается Там просто Воздушный буфер Я думаю Много скептиков Скажет Да что это Шторка Фигня Все выморозит Это уже проверенная Тема Мы уже так делали Неоднократно Все это работает Потому что воздух Там стоит статично Здесь у нас Крышка закрыта Здесь штора Здесь внизу Тоже воздух Он не двигается Здесь нету никаких Вентиляционных отверстий И прочее Естественно Сливное отверстие Тоже закрыто Чтоб не было Просто притока воздуха Холодного Через Канализационные отверстия И здесь стоит Да Прохладный воздух Вот мы сюда Если сядем Охладиться То да Здесь будет прохладно Но вот здесь Вы даже ощущать Этого не будете И вот здесь будет Самая натуральная баня Чуть ниже Уже да Так что Все эти варианты уже проверены Можете пользоваться Я уже забыл Что хотел сказать Обращаться Да это понятно Сказать то я что-то хотел Пока что ли Так Пренепременно Жду Ваших комментариев По поводу Этой баньки В общем Все подписываемся Переходим На новые площадки Это все как обычно Обязательно Там колокольчики Бубенчики Всякие Отжимаем Подписываемся Везде Чтоб все уведомления Приходили И мы будем вас радовать Другими новинками В банном мире В общем Всем спасибо за внимание Всем пока И с легким паром Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok